В Бельцах участились пожары из-за электрических приборов. Только на прошлой неделе произошло три подобных инцидента. Причиной стали обогреватели, которые местные жители стали массово использовать в ожидании подачи централизованного отопления или в качестве альтернативы автономному. Об этом сообщили представители экстренных служб на заседании с руководством города. У нас есть три случая, связанные с неисправностями. Два случая только использования электропростка. Поэтому убедительная просьба гражданам не использовать неисправные электроприборы, не оставлять их без присмотра. В комбине рекомендации можно использовать массовый камин. Продавцы магазинов техники говорят, что важно обращать внимание на мощность электрокаминов и учитывать состояние электросетей дома. Также желательно не включать несколько электрических обогревателей в одном доме одновременно. Очень много важно на сколько ватт. Существуют convector или каминные, которые мы используем. Здесь очень много зависит от призы. Для того, чтобы быть резистент, чтобы не иметь скриньи-логреватели, для того, чтобы быть 35 кВт резистент и положить в призы только один, для того, чтобы быть резистент, чтобы быть резистентом, чтобы быть резистентом, не стоит злоупотреблять и временем работы электрических простыней, считают торговцы центрального рынка. Местные жители признаются, что если бы не ограничение из электричества и возможное повышение тарифа, они пользовались бы обогревателями чаще. И, возможно, неприятных инцидентов могло бы быть и больше. Мы включаем, там по полчаса сидит, греет нормально. И выключаем. Именно большой и новый нормальный. Они, как минимум, чтобы не воровали эти деньги, а делали солнечные батареи, страна была бы независимая, было бы электричество. Естественно, что наши квартиры рассчитаны на определенную нагрузку. Естественно, если вы включили радиатор, значит, отключите машинку стиральную. Если вы включили машинку стиральную, отключите радиатор. И так, чтобы распределить правильную нагрузку в квартире. Это все учитывается, да. Электрические обогреватели начали массово скупать в Молдове еще в мае, как альтернативу газу. Однако сейчас многие из них все же вынуждены пользоваться ими реже, чем планировали. А некоторые и вовсе начали периодически включать автономное отопление.